Привет, студент! Как писал Стивен Кинг, наш первый импульс поделиться хорошими новостями. Второй – кого-то ими оглушить. С тобой Алена Ледвейкина и долгожданный выпуск студенческих новостей «Универ Ньюз». Смотри сегодня. Танцевое имя добра. В КФУ прошел благотворительный вечер. Плюс два балла. Подвели итоги Всероссийской конференции учащихся имени Лобачевского. Больше высоких технологий. Как сделать сотрудничество бизнеса и науки эффективнее. Казанский федеральный в скором времени может стать центром, куда будут стекаться высокие технологии и инновационные разработки со всего Татарстана. Разговор об этом начался еще пару дней назад на экономическом совете при Кабмине Республики, а продолжился в Технополисе Химград. Там побывала делегация КФУ во главе с ректором Ильшатом Гафуровым. Насколько реально сотрудничество ученых университета с промышленными предприятиями? Какой продукт они должны выпускать на рынок совместными усилиями? И почему инновационные разработки часто пылятся на полках? Этими вопросами сегодня задаются все без исключения. Казанский федеральный же и вовсе уже нашел решение многих проблем, препятствующих эффективному взаимодействию науки и промышленности. Разговор об этом шел на встрече руководства КФУ с учредителями регионального центра инжиниринга биотехнологии Республики Татарстан. КФУ готов предложить сегодня бизнесу ряд прорывных технологий обработки почвы. Но, к сожалению, интерес к ним со стороны промышленных предприятий не так огромен. Отсюда назревает необходимость некого посредника между бизнесом и наукой. По мнению руководства КФУ, таким посредником могут стать ресурсные центры. Дорожные карты и планах на будущее рассказал директор Института массовых коммуникаций Михаил Щелкунов. В начале своего доклада он кратко рассказал о структуре университета, количестве сотрудников и обучающихся. Более подробно директор описал запланированные доходы от образовательной деятельности, предоставил отчеты о количестве иностранных студентов, магистрантов и аспирантов. Вектор на межрисциплинарность сегодня все больше и больше становится актуальным. Это мы не раз говорили руководители нашего университета, а потом говорят научные источники. И вот как раз в развитии этой воздисциплинарности сотрудники нашего института. Дорожную карту юридического факультета защищала Лилия Бакулина, декан юридического факультета. Большее внимание она уделила образовательной и научной деятельности. Декан факультета не только рассказала о компетенциях студентов, обучающихся на факультете, но и остановилась на вопросе об иностранных преподавателях и студентах. Лилии Бакуниной также был предложен ряд мероприятий, которые могли бы обеспечить повышение показателей. В частности, проведение международных круглых столов и конференций, разработка междисциплинарных программ. Разработка междисциплинарной магистрской программы социально-друговое отношение в организации. Здесь задействованы несколько структурных подразделений университета. Вы их видите. Кроме того, на перспективе мы в 2017 году. С небольшими замечаниями в конце выступил ректор университета Ильшат Гафуров. Он предложил обоим подразделениям доработать свои дорожные карты, добавить в них более четкие планы по программе повышения конкурентной способности вуза. Адели Валеева, Роман Самарин, Максим Матвеев, Универньюз. Интернет так и кишит интересными новостями, о которых мы тебе расскажем в рубрике Вебньюз. Президент Татарстана Рустам Мениханов ушел в отпуск. Набираться сил глава республики будет вплоть до 2 апреля. Временно исполняющим его обязанности назначен премьер-министр республики Ильдар Халиков. В России издана первая библия на татарском языке. Участие в переводе издания принимали сотрудники Института филологии и межкультурной коммуникации имени Льва Толстого Казанского федерального университета. Татарстан будет привлекать туристов по-другому. Новая концепция под названием «Визит Татарстан» призывает продавать гостям республики не достопримечательности, а удовольствие. Казанского спецназовца наградили медалью за спасение ребенка. Напомним, что в августе 2015 года Алексей Васильев поймал трехлетнюю девочку, которая выпала с балкона. Студентка Елаборского института КФУ стала педагогом года Удмуртии 2016. Победить в конкурсе Александре Матвиенко помогла разработанная ей программа по патриотическому воспитанию детей. Казанский «Зенит» третий раз подряд стал чемпионом России по волейболу. Эта победа стала восьмой за историю клуба. Казанцев призывает массово ездить на такси. Таким образом, горожанам предлагается экономить на проезде в общественном транспорте, который уже с 1 апреля подорожает до 25 рублей. КФУ будут готовить специалистов для исламского банкинга. Разработка новых программ обучения стала следующим шагом после запуска центра партнерского банкинга в Казани. 1 апреля по 31 мая в Казани пройдет двухмесячник по санитарной очистке и благоустройству города. В его рамках пройдет также общегородской субботник, который запланирован на 23 апреля. В КФУ завершилась Всероссийская научная конференция учащихся имени Лобачевского. Участники со всей России и Казахстана прибыли в наш университет, чтобы рассказать о своих научных исследованиях, о том, что изучали юные ученые и что полагается за высокие достижения в образовании, смотри далее. В концертном зале Уникса состоялось торжественное закрытие Всероссийской научной конференции. Ученики школ из 12 регионов России защитили свои исследования и проекты перед ведущими учеными Казанского федерального университета. И вот теперь предстали перед судьями для долгожданного награждения. Представьте, вот такие первые шаги в науке для детей. И, безусловно, они представляют огромную ценность для того, чтобы они построили свою будущую карьеру. А нам, конечно, хочется, чтобы они карьеру устроили через образование, которое получат в нашем Казанском федеральном университете. Вот таких 529 очень талантливых детей мы сегодня награждаем. Участников с лучшими работами наградили дипломами и памятными подарками. Тезисы лучших работ учащихся будут опубликованы в сборнике тезисов конференции. Но самое главное для старшеклассников, что победителям очного тура научной конференции добавят два балла к результатам ЕГЭ. Мы выбрали довольно актуальную, очень интересную тему. Мы про Шерлока писали темы свои. Мы участвовали в секции «Зарубежная литература». Мне очень понравилось выступать, потому что у нас в секции была такая атмосфера дружелюбная. Мы задавали для друга вопросы. И я очень благодарна КФУ за эту возможность, за два балла, которые у меня теперь есть. Я очень рада, что я, надеюсь, скоро была студенткой Казанского федерального университета. Итак, юные ученые получили свои заслуженные награды. Свои призы в этом году получили участники школ Казахстана. В следующем году организаторы планируют сделать конференцию международной. Анастасия Иванова, Роман Самарин, Универ Ньюс. На сегодняшний день исследования в сфере навигации — одни из самых интересных и важных в мире. Исследователи КФУ заявляют, что совсем скоро обнаружение любого объекта будет возможно без спутниковой связи. Подробности — далее. Оценить место положения объектов, на которые бы не влияли внешние силы, без ошибок достаточно сложно. И вероятность просчетов весьма велика. Исследователи КФУ ведут большую работу, чтобы устранить всевозможные неточности работ современных навигационных систем. Успешное завершение проекта будет иметь неоспоримое преимущество. Инерциальные автономные навигационные системы будут использоваться в тоннелях, шахтах и везде, где связь со спутником отсутствует. Если говорить о возможности использования, один из наиболее ярких примеров определения местонахождения пожарных или шахтеров. Мы занимаемся не просто навигационными системами, а инерциальными навигационными системами. То есть это определенный тип. Есть спутниковые навигационные системы, когда используются спутники для локации. А есть инерциальные, когда спутники не нужны. Можно обеспечить при помощи инерциальных навигационных систем точность до сантиметров. В том числе их можно использовать на роботизированных платформах, на каких-то манипуляторах. В том числе у нас уже были подобные внедрения. Стоит отметить, что исследователями КФУ уже проанализированы основные неточности современных навигационных систем. И самое время решить новую задачу – удешевить инерциальные навигационные системы, не теряя высокого качества. Сейчас создают высокоточные системы, в основном в оборонной отрасли, там, где цена не имеет значения. Для того, чтобы применить это в гражданской отрасли, в коммерческой, нужно сильно удешевить аппаратную часть. Дешевые компоненты – это малопроизводительные компоненты. Мы стараемся сделать так, чтобы дешевые и малопроизводительные компоненты могли выдавать высокую точность. Если говорить о новизне проекта, то следует отметить, что университетские ученые усовершенствуют математический аппарат и соединят показания с датчиков различного типа. Это позволит избежать вероятных просчетов и ошибок. Завершенный проект сможет служить не только для гражданских целей, но и для военных. Аделя Мухаммедшина, Ленар Девлетьяров, Универньюз. Делай добро, твори добро, дари улыбки и позитив. Ведь все хорошее, которое ты делаешь для окружающих, рано или поздно вернется к тебе. Далее сюжет о благотворительном концерте, организованном студентами КФУ. Любой талант, любое умение можно направить в полезное и доброе русло. Например, студентами Казани была проведена акция, направленная на сбор средств для трехлетней девочки Жарнаковой Вероники, которая срочно нуждается в операции на ноги. В один из дней я случайно серфила интернет и наткнулась на маму девочки, которая очень серьезно болеет. У нее операция должна пройти в Казани в апреле. Осталось буквально несколько недель, им еще нужно собрать 100 тысяч, даже больше 100 тысяч. И когда я увидела эту информацию, я поняла, что это срочное дело. У меня есть коллектив, который хочет работать, который хочет двигать вперед какие-то проекты, участвовать. В рамках мероприятия были проведены концерты студентов КФУ, направленные на популяризацию благотворительности среди молодежи и мастер-классы по танцам и воркауту. Делать добрые дела всегда нужно, помогать людям. Мне кажется, это очень благородное дело выступать на таких мероприятиях. Мне кажется, их должно быть намного больше. Ну и для танцоров это просто эмоции. Мы любим танцевать. Нам нравится, когда публика смотрит на нас и просто зажигается. Им хочется сделать что-то такое же позитивное. Главное, Настя, это то, что мы делаем добро за добро. Мы выступили, мы выложились в полную силу, мы отдали самих себя на благо этого ребенка. Здорово, что есть люди, которым небезразличны и нуждающиеся в помощи. Тем более, через творчество и любимое тело можно творить добро бесконечно. А на этом у меня все. Заряжайтесь хорошим настроением и делитесь им с другими. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!